Удачу невозможно посчитать и оценить, но тем, кому она сопутствует, не страшны даже самые непростые ситуации. Кто-то выигрывает миллионы долларов в лотерею, а кто-то избегает страшной участи. В этом выпуске мы расскажем вам несколько историй о счастливчиках, которым выпал шанс проверить свою удачу на прочность, и о том, что из этого вышло. От горстки монет, спасших человеку жизнь до невероятной истории побега из Северной Кореи. С вами СмартПицца, и сегодня вы увидите людей, которым дико повезло, и узнаете их самые невероятные истории везения. Погнали! Крутой удар Гольф может показаться довольно скучным видом спорта, но только не в этом случае. На этих кадрах видно, как во время важного соревнования Даррен Кларк отправляет мяч в воду, однако тот отскакивает несколько раз от камней и попадает обратно на газон. Интересно, поаплодировали ли зрители такому удару? Браня Эта история произошла во время Первой мировой войны. Чей-то прадед получил пулю в грудь от немецкого солдата. Вы наверняка спросите, разве это можно назвать удачей? Ответ – да, потому что этот человек выжил, так как в его нагрудном кармане были монеты, которые поглотили удар пули. Безусловно, жизнь бесценна, но в этом случае она стоила лишь несколько монет. Человек-паук Думаете, Человека-паука не существует? Тогда посмотрите на эти кадры. Этот парень ехал в мотоцикле и столкнулся с машиной. После удара его тело взмыло вверх, совершило полный переворот и благополучно приземлилось на крышу автомобиля. Вот так удача. Зеленый коридор Никто не любит стоять в пробках. Порой 30-минутная поездка превращается в три часа пустой траты времени и энергии. Но не в случае с этим парнем. Для него все светофоры стали зелеными. Наверное, в тот день он был самым пунктуальным человеком в мире. Лучший день на свете Если ты этот парень, то ты точно будешь вспоминать об этом случае до конца своих дней. На его вечеринку в джакузи не пришел ни один представитель мужского пола. Тем не менее, парень от этого только выиграл. Возможно, в будущем он станет новым Хью Хефнером. Защита Наше все Если бы на этом парне не было защитных очков, то шлифованный диск от болгарки легко попал бы ему в глаз. Это мрачное зрелище. И если бы это случилось, он бы точно потерял зрение. Помните, безопасность превыше всего. Удачное падение Ни для кого не секрет, что наше поколение предпочитает ходить в туалет с мобильным телефоном, чтобы не скучать. Чем же это чревато? Этот парень, например, чуть не лишился своего смартфона. Однако гаджет упал настолько удачно, что остается только порадоваться. Впрочем, история, на наш взгляд, поучительная. Арбуз Жарким летним днем нет ничего лучше, чем утолить жажду при помощи дольки холодного арбуза. А особенно, если тебе попался арбуз без семян. Вы только взгляните, внутри этого красавца нет ни одной раздражающей семечки. Полностью готовый продукт. Пончик перед закрытием Нет, мы не призываем вас ждать до закрытия кафе, чтобы приобрести парочку пончиков. Но этому парню поздний визит принес неожиданную выгоду. У поваров кафе как раз оставалось к вечеру достаточно теста, чтобы испечь из него последний, но гигантских размеров пончик. Такого хватило бы на целую семью, а достался он одному везунчику. Кит-кат Вы любите шоколад? А шоколадные батончики? А Кит-кат? В США любителям этой сладости нередко выпадает джекпот – целые плитки, сделанные из чистого молочного шоколада. Из-за сбоя на производстве они остаются без начинки, но хуже от этого на вкус не становятся. Один плюс два Все мы знаем о популярных в магазинах акциях один плюс один и два плюс один. Что ж, а как насчет акции три по цене одного? Нет, такой акции в магазинах пока не предлагают, зато судьба из закона физики спонтанно организовали ее в вендинговом аппарате. Рыбные палочки Рыбные палочки – невероятно вкусное и простое в приготовлении лакомства. В таком случае, чем больше палочек, тем лучше, верно? И кому-то действительно повезло. Например, этот парень в упаковке с 18 заявленными рыбными палочками обнаружил целых 20 штук. Пиар-ход фирмы. Уборка снега Зима – чудесное время года, чтобы покататься на санках с горы или выпить горячего шоколада. Постоянная уборка снега, однако, может утомить кого угодно. Особенно тяжело чистить крышу, хотя герой этой истории, кажется, нашел оригинальное решение проблемы. Благодаря счастливому случаю, он свалился с крыши вместе со всем бывшим на нем снегом и при этом даже не ушибся. Лучший трюк Похоже, что сноубордист из этого видео, сам того не подозревая, придумал новый эффектный трюк. Назвать его можно «Внезапное падение с полным переворотом». Что ж, мы даем за этот трюк 10 из 10 баллов. Шреддер Для работников офиса одно из самых приятных и медитативных занятий – это уничтожение лишних бумаг в Шреддере. Но счастливчик из нашей истории сначала порезал все бумаги, а потом вспомнил, что ему просто необходима информация, содержащаяся на одном из уничтоженных листков. На обнаружение нужных обрезов и их составление ушло бы несколько часов. Однако именно в тот день именно тот принтер решил не уничтожать нужный листок. Его просто заживало у основания. Мороженое Поговорим о мороженом. Прохладное, освежает, вкусное и вечно стекает вниз по рукам, делая их липкими. Хозяева магазина мороженого, который посетил герой этой истории, придумали оригинальное решение проблемы. На дно каждого вафельного рожка они кладут небольшую зефирку. Таким образом образуется воздушная подушка, и внизу рожка не копится растаявшее мороженое. Бинго Хоть раз в жизни выиграть в лотерею – вот что в наше время считается настоящей удачей. Этой женщине достался билет, на который все 20 номеров были выигрышными. Выигрыш за все 20 номеров составил в общей сложности около 4 тысяч долларов. Да, пусть это и не миллион долларов, но какая удача. Прогулка Пожилая семейная пара из Северной Калифорнии мирно выгуливала своего пса недалеко от своего дома, когда под одним из деревьев они обнаружили настоящий клад. Несколько закопанных у корней банок были битком набиты старинными монетами. Общая ценность этих монет, по мнению экспертов, составляет невероятные 10 миллионов долларов. Книги Отличный способ провести время с пользой – отправиться в парк, чтобы почитать книгу на природе. Этот парень как раз выбрался в местный парк, чтобы почитать книгу о птицах. И тут прямо на страницу с изображением местной птицы приземлилась в точности такая же живая обитательница парка. Удачный бросок Баскетбол – удивительная игра. Казалось бы, этот парень бросил мяч слишком высоко, но несколько отскоков – и вот мяч летит точно в корзину. И удачная находка А как насчет бейсбола? Герой нашей следующей истории приехал к своей тете, чтобы помочь ей разобрать старые вещи на чердаке. Во время уборки он нашел на чердаке целую коробку жевательной резинки с вкладышами бейсбольных карточек прямиком из 1950-х годов. Все вместе карточки составили настоящее сокровище. Специалисты оценивают их общую стоимость не менее чем в миллион долларов. Устрицы Устрицы – модное и при этом не очень дорогое блюдо. Но что, если устрица содержит нечто более ценное, чем отличный вкус? Мужчина по имени Филипп Приз приобрел для своей жены шесть крупных устриц по цене 49 пенни за штуку. Позднее его жена Терри обнаружила в одной из устриц настоящую крупную жемчужину. Находка в устрице за 49 пенни сделала ее обладательницей нового кольца с жемчужиной стоимостью в 500 фунтов стерлингов. Мама На протяжении многих лет парень по имени Стив Флэк искал свою биологическую мать. И однажды он все же чудом нашел ее. Оказалось, что она работала в том же супермаркете, где Стив трудился на должности кассира. Удивительно, что эти двое постоянно находились рядом и ничего не знали друг о друге. Уолтер и Аллан Вот еще более безумная история – воссоединение семьи. Уолтер Макфлейн и Аллан Робинсон дружили более 60 лет. Макфлейн при этом не оставлял попытки узнать о том, кто приходился ему биологическим отцом. Один из тестов, сделанных во время этих поисков, неожиданно выявил, что его лучший друг Аллан на самом деле – его давно потерянный родной брат. Служба Наша следующая история – о выживании и триумфе. 25-летний солдат, несший службу в Северной Корее, задумал побег. И это ему удалось. Правда, при переходе границы парень подхватил инфекцию, из-за которой уже в Южной Корее ему пришлось перенести серьезную операцию. По словам молодого человека, в новой жизни ему больше всего хотелось бы еще хоть раз попробовать Орион Чокупай. Компания о желании услышала и подарила солдату целых 100 коробок лакомства. Чудо И еще одна жизнеутверждающая история борьбы. Мужчине из Пуэрто-Рико срочно требовалась операция, проводить которую умели только в Далласе, штат Техас. Однако, на страну надвигался ураган Мария, и большинство аэропортов были уже закрыты. Услышав историю мужчины, один из работников закрывающегося аэропорта рискнул и раздобыл для мужчины билет, ведь тот был действительно жизненно важным. Что ж, на этом все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и раздавить колокольчик, чтобы не пропустить ни одного ядерного выпуска. Также советуем вам посмотреть другие увлекательные ролики на нашем канале. Спасибо вам большое за просмотр!